Вторые сутки уже в районе третьего участка на въезде из Кривого Рога в окрестностях Никополя присутствует редкий запах непонятного вещества. По многочисленным жалобам ближайших районов мы приехали на очистные сооружения водоканала вместе с депутатом и членом экологической комиссии Сергеем Александровичем Подлубным. И здесь на месте пытаемся разобраться, что это за запах, что это такое вброс и так далее. К нами присутствуют здесь руководители очистных сооружений, дежурные мастера руководителей, поэтому они краткие комментарии дадут, что это за запах, когда он появился и как вы думаете, откуда он происходит. Скрынникова Юлия Викторовна, начальник очистных анализованных сооружений. Данный едкий запах, мой персонал просигнализировал появление данного запаха с утра 8 числа в районе приемной камеры. Сразу локализация данного запаха была в районе, в начале очистных сооружений. В процессе суток далее данный запах распространялся на всю территорию очистных по движению жидкости. Если он был локально сразу на первичных отстойниках, далее пошли на арантенки и до сегодняшнего дня уже практически данный запах ощущается и на сбросе. Уже вторые сутки. Нами было просигнализировано руководство горводоканала. Далее были опрошены начальник канализационных сетей, также опрошены персонал канализационных насосных станций. Данный запах в ночь на 8 число прослеживался на двух КНС-ках города. Далее, в принципе, место возможного сброса несанкционированного вещества локализовать пока найти не смогли. Визуально он, как говорят, не прослеживается ни по технологическому процессу, ни по химическому составу, пока мы ничего нового не увидели. Вот в начальной лаборатории наша контроль производит по технологии и процессам. Химия пока ничего не показала, и бактериологический состав тоже. То есть пока непонятно. Да, Сергей Александрович, к Вам вопрос, Вы как член экологической комиссии, как Ваше мнение по этому поводу и действия Вашей комиссии и депутатов. Как Вы думаете, какие они должны быть сейчас? Ну, я думаю, в первую очередь нужно в экстренном порядке собирать экологическую комиссию, зная исходные данные на сегодняшний день, что нехарактерный устойчивый запах, похожий на запах газометана, депропана назовем так, да? Додоривающего вещества. Да, какого-то газового вещества присутствует на двух КНС-ках канализационно-напорных станциях. Мы можем понимать уже примерно район дислокации, который может быть, уже не может быть, а подвержен на сегодняшний день этому воздействию. И как бы уже мы его сужаем и попробуем выяснить в экстренном порядке, какое, возможно, предприятие или какое, что могло вызвать появление вот этого эффекта или этих веществ на канализационно-насосной станции? Ну, сейчас мы поедем распираться, вопрос еще к руководителю лаборатории, то есть пока Вы при помощи первичных анализов еще не понимаете, что это, да? Бараник Марина Алексеевна, начальник АБЛК. Превышение концентрации ни по каким ингредиентам не было обнаружено. На сегодняшний день все анализы в работе. Если какие-то будут превышения, не будут, но на бак, по бак-показателям в аэротенках никаких изменений пока нет. Ни по видовому составу, все пока в норме на сегодняшний день. То есть кроме запаха больше никаких не присутствует? Нет, 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 изменений нет. Руководство водоканала в курсе, руководители очистных сооружений все контролируют, поэтому жителям волноваться не стоит. А что это за запах и откуда? Экологическая комиссия и я, как депутат горсовета, мы попытаемся разобраться. Мы уже находимся перед управлением Некопольгорводоканала, где руководитель Олег Владимирович Шичко собирает совещание, где будет эколог водоканала, начальник очистных сооружений, будут депутаты городского совета с экологической комиссией. И здесь уже помещение водоканала на совещании, на экстренном заседании, они попытаются разобраться, откуда появился этот запах, где источники, как это предотвратить, что из чего он состоит, и информацию об итогах этого совещания уже я расскажу вам позже.